Так вот, я решила назвать третьего поросеночка. Всем свина привет! Сегодня у меня радостная новость. Все эти дни мы были заняты поиском врачей, местом где примут кровь на анализы у свинки и покупкой лекарств для него. И тут вдруг такой сюрприз. На телефон пришла смс с сообщением о том, что нам пришла посылка и ее надо забрать. Мы сразу же поехали на почту и там нам вручили вот такие огромные посылки. Мы все обратно на дорогу думали, от кого же они. И как только привезли их домой, не стали терять времени и скорее распаковали. А вот тут нас ждал огромный сюрприз. Это было сено. То самое сено, которое так нравится малышу поросеночку. Да еще и так много. Я была так увлечена распаковкой, что даже забыла снять сам процесс распаковки на видео. Но я не могла не поделиться с вами такой радостной новостью. Так вот, посылки было. Целых 5 пачек сена люкса клевер. 4 пачки сена городок. И 4 пачки крапивы. Мешочки фруктово-овощные с орехами. Еще опилки. 4 пачки. Я так счастлива. Спасибо огромное тому, кто это прислал. Это сейчас самое необходимое. Поскольку очень-очень долго не ходили паромы. И вообще, любые запасы сена в магазинах стали расходиться на глазах. Сфинкам и кроликам все равно. Шторм или солнце. Они все равно каждый день едят сено. Запасы уменьшались. Сено в магазины из-за шторма не привозили. У меня началась паника. А что если закончится все хорошее сено, и мне нечем будет кормить малыша? И тут такая радость. Я так счастлива. А я вам уже говорила, что мои личные запасы сена тоже стали уменьшаться стремительно, когда появился новый свиненок. Вот уже это новое сено за неделю уменьшилось вдвое. Так как свиненок активно ест. А кроме сена и сухого корма, ему ничего нельзя. Это сено молоденькое, очень зеленое. И его сушат по специальным технологиям, благодаря которым сохраняются все витамины. А когда морская свинка не ест сочный корм, то в ее организме быстро уменьшается количество витамина С, от которого зависит иммунитет и здоровье. Именно поэтому очень здорово, что нам прислали еще и так много крапивы. Я даю ее примерно пополам сена, потому что в крапиве есть так много такого нужного витамина С. Мы конечно даем его и в виде лекарства, но поскольку он химический, он хуже усваивается, чем натуральный, который есть в крапиве. Сеногородок я пока не даю, потому что оно хорошо для здоровых свинок. Оно вкусное, полезное, но в нем толщина стеблей, хороша для стачивания зубок. А нам сейчас нужно что-то более легко усваиваемое. И сенолюкс, клевер и крапива подходят для этого больше всего. А еще в посылке я нашла вот такое письмо. Здравствуй, Алиса. Мы прочитали твое письмо и посмотрели видео о судьбе больной морской свинки. Нас очень тронуло то, что ты в таком юном возрасте уже заботишься о других. Такие благородные поступки в наше время – большая редкость. Мы очень рады, что наша продукция нравится твоим питомцам, и ты обратилась за помощью именно к нам. Наша компания с удовольствием поможет тебе в таком нелегком деле. Ведь забота о здоровье питомцев – это одна из наших основных задач, которую мы ставим перед собой при производстве нашей продукции. Именно поэтому мы используем в производстве только натуральные продукты, которые так любят наши пушистые пернатые друзья. Мы отправляем тебе эту небольшую посылку с надеждой, что она хоть немного поможет восстановить здоровье твоего нового друга. Также мы с радостью поможем приобрести достойное жилище этому рыжему комочку счастья. Спасибо тебе, Алиса, что ты не осталась равнодушной к судьбе этого пушистого создания. Оставайся такой же доброй и отзывчивой, ведь сейчас это такая редкость. А мы со своей стороны будем стараться поддерживать тебя и дальше в твоих благородных начинаниях. С уважением компании ООО «Фотон Престиж» Шуравлев ВС Спасибо огромное компании, которая поддержала больную свинку и обеспечила поросеночка таким нужным ему сеном. Оказывается, «Фотон Престиж» делает не только хорошие корма, но и там работают добрые, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Наверное, поэтому мои питомцы так любят продукцию этой торговой марки. Ведь еда, приготовленная людьми с добрым сердцем, становится не только вкусной, но и полезной. Еще я хотела сказать, что в посылку в виде подарка положили вот такой вот домик на ФНАФа. Я и раньше покупала для конкурса и для своих морских свинок такую погрызушку, но как-то не обращала внимания, что на картинке изображен поросеночек, очень похожий на моего нового питомца. И как вы знаете, у него до сих пор не было имени. И вот, что я придумала. У меня было два поросенка, а стало три. Помните сказку про трех поросят? Как звали третьего поросенка? Ну, конечно же, на ФНАФ. Так вот, я решила назвать третьего поросеночка в честь любимой погрызушки, на ФНАФ. Конечно, в честь сказки и в качестве благодарности компании за поддержку. Возможно, доброе дело, которое делает компания Футон Престиж, запомнится людям именно благодаря этому благородному поступку. И мой поросеночек на ФНАФ будет еще одной мордочкой, которая будет символом этой компании. Постоянно, когда я смотрю, как он кушает сена, у меня в голове крутится стишок, который я сама придумала. Очень любит наш малыш продукцию Футон Престиж. Те, кто согласен с тем, что на ФНАФ достоин стать пушистой мордочкой компании, пишите хэштег. Очень любит наш малыш продукцию Футон Престиж. Я отправлю это предложение компании Футон. Если будет много хэштегов, пусть о добрых поступках узнают много-много людей. Ну, а всем свина пока! Субтитры сделал DimaTorzok